Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с представителями белорусских компаний возможности для совместной работы в развитии городской инфраструктуры и покупки новых машин, которые соответствуют всем современным стандартам качества. Записали для себя взаимные поручения, что нам нужно проработать на наших территориях и предприятиях Белоруссии, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным. Нам нужно разработать и маршруты, безусловно, нам нужно понять цену, готовы ли наши транспортные инфраструктуры принять их электрический транспорт и, конечно, наши ремонтные мастерские. Все это нам надо просчитать, чтобы уже выйти на договорные отношения. Разговоры о сотрудничестве проходили в рамках визита делегации Республики Беларусь в Самарскую область. Это ответный визит. Несколько недель назад губернатор Дмитрий Азаров ездил в соседнюю страну, где были достигнуты предварительные договоренности. Теперь же партнеры подписали несколько соглашений о совместной работе. Политика нашего государства, как можно быть ближе к регионам, как можно сплотнее выстраивать отношения, как в области промышленности, в области культуры, в области образования. И вот эту миссию мы выполняем. Основная цель была, конечно же, посвящаться с руководством компании «АвтоВАЗ», обсудить текущую ситуацию и наметить все точки сближения с данной компанией. Также по итогам соглашений в Сызране будет открыт сервисный центр, который будет обслуживать тракторы Минского завода. Еще одна договоренность о сотрудничестве подписана между Борисовским тракторным заводом и Торгово-промышленной палатой Самарской области. «Намечены ближайшие и долгосрочные планы нашего сотрудничества. И учитывая, что это уже третья встреча за последние, наверное, два месяца, да, Петр Александрович? Абсолютно точно. Вот, то, учитывая, что Самара – это столица космоса, я надеюсь, что наши взаимоотношения будут развиваться на тех же космических скоростях». Помимо деловых переговоров, делегацию ждала и культурно-экскурсионная программа. Гостей пригласили в музей «Самара космическая», где рассказали о вкладе региона и города в мировую программу освоения внеземного пространства. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.